Руто счастье вам, Дриндович. Я кофток свежего повитрая, якись, но может быть причина, что часто думаю, не бы в сеной краще проходы по взмене. Именно поэтому у вас и появляется такое ощущение, что вы не акцентируетесь на этом. Человек, он так устроен, что акценты он должен ставить. Часто мы ставим акценты и умудряемся увидеть что-то плохое. А акценты на чем-то хорошем мы не умудряемся делать. Я часто говорю человеку, что для того, чтобы человек осознавал, что мир прекрасный, он должен ставить акценты. Вот с таких слов, а мне нравится, необходимо начинать свой день. Можно привыкнуть к тому, чтобы нравилось многое. Вот считайте, что человек это большая, грубо, большой элемент. Вот человек это условно, каждого человека условно можно представить в виде весов. И разные люди на разных уровнях своей радости создают определенные элементы, занимая позицию страдания или радости. Вот смотрите, я уже говорил, что человеком управляют чувства, и уже говорил, что миром управляют чувства, и что когда люди думают, что миром управляет сознание и так далее, да что-то в этом есть, но поверьте, это не так. Если использовать мои механизмы, то это работает во много раз эффективнее, в тысячу раз объясняет все. Так вот, представьте, будто человек это маленькие весы, и он находится на определенном своем уровне. Когда я говорю уровни, я подразумеваю, что человек не от большого количества чего-либо получает радость. А расширяя радость, происходит вот что. Человек выбирает для себя радость, акцентируется на чем-то, и он говорит, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, а мне нравится это, а мне нравится это. Сам себе произносит. И со временем это как бы странно ни звучало, из-за того, что эти акценты появляются, человек воспитывает свое подсознание, реагировать на какие-то элементы, которые раньше он просто пропускал, потому что жизнь для него была просто обычной жизнью, без восприятия настоящего момента. после того, когда наполнилась у него одна чаша радости, его поднимают выше в тонах, а я описываю эти тона в своей школе, поднимают его выше в тонах и дают ему новые весы. И вот в этих новых весах вновь начинает жить, и мне нравится это, мне нравится это, и его еще выше поднимают. Так человек развивает свой духовный уровень, развивает свой путь. Почему? Чем больше тебе нравится, тем больше для тебя дают того, что тебе нравится. Так в случае, если тебе нравится жизнь, тебе дают больше пожить. Если тебе очень нравится природа, радостные компоненты, элементы, нравится зарабатывать, нравится, что у кого-то что-то получается нравится, и ты восхищаешься кем-то, то тебе дают, расширяют эту радость. А сама радость, она сублимируется, объединяясь в определенный такой поток, который и формирует события, которые в жизни человека происходят. Именно так и происходит условно формирование новых событий в матрице жизни. Ну а как человеку научиться этому? Человек садится за стол, пришел на работу, ему необходимо складывать какие-либо детали. И вот он должен отработать с утра до ночи, домой прийти, там дети раздражают, ему не нравится свое изображение в зеркале, не нравится, что у него маленькая зарплата, он всем расстроен. Это еще и является элементом падения. Такой человек начинает ругаться на окружающий мир, матерится, злится, у него ничего не получается, он себя обвиняет и скатывается. И единственный выход из этого всего – находить радость в малом. Когда найдешь радость в малом, эта радость малого объединится, вас переведут в новый уровень, где вы будете получать радость, которая будет более расширена. Так уж устроен этот мир. Обучайтесь этому.